Добрый вечер, уважаемые соотечники! Сегодня эфир я хотел бы посвятить различные механизмы компенсации, которые связаны с выплатами 10 тысяч долларов, миллиона тенге, 100 тысяч долларов и других сумм, которые будут выплачены правительством демократического выбора Казахстана при полной смене режима Носултана Назарбаева. Сегодняшняя тема у нас называется «10 тысяч долларов. Механизмы возмещения и компенсации участникам протеста Бостанда». Прежде чем мы обсудим технические вопросы, я хотел бы изложить свою позицию по поводу отдельных комментариев, когда некоторые говорят, что вот мы выходим без оплаты, это все здорово. И есть критики, которые говорят, что неправильно выплачивать такого рода компенсации. Они есть, правда их очень мало, я думаю даже единичные комментарии, но тем не менее я думаю, что важно воспользовавшись такой позицией прояснить ситуацию. Итак, когда кто-то говорит, что это не морально выплачивать такие компенсации, что это неправильно, что человек должен делать из каких-то высоких побуждений, я хотел бы сказать, что это заблуждение, при этом глубоко советское. Люди, которые такое произносят, они просто родом из старого Советского Союза, когда Советский Союз под видом такой красивой упаковки рассказывал людям о будущем, о коммунизме и все прочее, которое когда-то настигнет. И поэтому люди должны бесплатно работать. Собственно, я сам, будучи школьником, на хлопковых плантациях ежегодно мы проводили по несколько месяцев, начинали осенью, почти до Нового года. Затем также нам ничего не платили, мы работали на уборке винограда, яблок, летние лагеря у нас были, места каникулы и все прочее. Если вот так посчитать, то жители сельской местности полгода проводили место учебы на различных сельхозработах. Это в меньшей степени касается городских жителей, но вот собственно я вот как раз из того Советского Союза, когда мы полгода проводили на полях различных, убирая бесплатно, нам говорили, что мы должны делать во имя светлого будущего, хлопок был нужен для того, чтобы защититься от страшной Америки, что из него делает порох, потом пули, все прочее и так далее. Так вот это, я хочу сказать, люди, это жертвы этой самой советской идеологии. И хотел бы очень просто все это пояснить. Когда сейчас наши граждане являются противниками режима Нусултана Назарбаева, они говорят, что он нас ограбил, мы живем нищей жизнью, мы не имеем хорошей заработной платы, мы не имеем жилья, мы вообще ничего не имеем, просто перебиваемся зарплаты на зарплаты, обслуживая кредиты, которые давят на практически почти все население страны. 9 миллионов человек взяли кредиты различные потребительские и все прочее, ипотечные, и лежат под прессом этих займов. То есть мы выражаем недовольство, что это государство в лице Нусултана Назарбаева сумело отнять наши реальные доходы, то есть украсть у нас деньги. То есть мы говорим о том, что мы выражаем недовольство этим режимом, мы хотим, чтобы этот режим ушел, и во главе страны пришло то правительство, которое решит материальные проблемы наших граждан. материальные проблемы в виде заработных плат, пенсии, достойной жизни, отличные дороги, чтобы у вас было отличное жилье и так далее. То есть наш мир материальный, и кто бы ни говорил о том, что мы оказывается должны думать о каких-то высоких идеях, все делать бесплатно, они заблуждаются, сами, я думаю, многие из них искренне, и, собственно, пытаются вести заблуждение и остальную часть наших граждан. Вообще в западной модели происходит следующим образом. Конкуренты на позицию президента, или депутаты, или министры в будущем, или какие-то партии, когда получают поддержку своих избирателей, они выходят с различными программами, в первую очередь экономическими. И эти программы, по сути дела, должны позволить жить людям лучше. То есть, опять же, мы возвращаемся в материальную сферу, когда люди получают дополнительные доходы, то есть деньги. И что называется, как ни крути, все упирается в благосостояние человека, его лучшую жизнь, соответственно, в деньги. Когда мы говорим о каких-то реформах в сфере преступности, обеспечении людей рабочими местами, инфраструктура, жилье, безопасность, чистый воздух, бесплатная медицина, все опять упирается в деньги. Если на это у государства есть денежные средства, если работает производство, то есть опять есть деньги, то тогда, соответственно, ваша жизнь становится той самой, к чему вы стремитесь, собственно. Поэтому вы видите, все упирается в деньги. И так и эдак. Потому что так построена жизнь. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, поехали, хотели бы поехать по путешествии, хотели бы помочь детям в детских домах, хотели бы помочь своим родителям, хотели бы, в конце концов, обрадовать и купить подарки, все опять убирается в деньги. Поэтому давайте мы будем откровенно все это говорить и не пытаться прикрыться фиговым листочком по словам моралистов, которые, ну, сами являются, по сути, жертвами той самой пропаганды. Поэтому мы говорим открыто, открыто и говорим, где эти деньги можно взять. Мы не собираемся, где-то кого-то ограничить в существующих доходах, я имею в виду наше гражданское население. Мы говорим о другом. В своих выступлениях я показал, что это правительство главе с Нусултаном Азарбаевым. По сути, даже не правительство, это сам Нусултан Азарбаев и его узкая политическая прослойка. Они ежегодно крадут у страны сумму как минимум 30 миллиардов долларов. Я говорю очень консервативные цифры, поверьте мне. Я знаю, что эта сумма значительно больше. Но сумма 30 миллиардов долларов как минимум, она мной объяснялась и аргументировалась. И еще не нашлось ни одного экономиста в нашей стране, который бы смог опровергнуть мои утверждения. Потому что они точные. Более того, они очень скромные. Поэтому, уважаемые друзья, если у вас, среди вас, найдутся те, кто в состоянии опровергнуть мои заявления и утверждения, которые я обосновывал, аргументированно. Пожалуйста, я жду ваши возражения. Итак, этот режим крадет сверх того, что есть в нашей стране, в бюджете республиканском. Бюджет республиканский составляет сумму менее 30 миллиардов долларов США в год. Ну, совсем недавно было 25, 28. Все зависит от курса тенге, как считать. Так вот, представьте, что не менее 30 миллиардов долларов воруются этой политической верхушки во главе с султаном Назарбаевым. И эти средства, и другие тоже. В первую очередь, направлены на то, чтобы не только крас, но и удержать свою политическую власть. Вы понимаете, что эта власть будет сопротивляться, будет выплачивать какие-то дополнительные выплаты полицейским, что, собственно, они объявили с 1 июля, чтобы эта полиция боролась с собственным народом. Вы знаете, преступность у нас достаточно сильно распространена по всей нашей стране, но наши полицейские борются с голубыми шарами, борются с протестующими, борются с пустыми плакатами, но с преступностью не борются так, как они должны бороться. Потому что главное назначение полицейских сил страны это защищать политический режим султана Назарбаева, но никак не граждан нашей страны. Именно поэтому, когда мы организовываем акции протеста, в первую очередь подвигаются репрессиям те люди, которые выражают свою волю, требуют исполнения обязанностей государства, требуют, чтобы их права были защищены, эти люди подвергаются репрессиям. И поэтому мы политический движение демократический выбор Казахстана объявили режим компенсации. Я сейчас хочу их в отдельности озвучить. Итак, 10 тысяч долларов это компенсационная сумма, которая выплачивается участникам протеста Бостандык, финального протеста, победного, который приведет к смене политического режима Насултана Назарбаева. Я уже озвучивал, что даже если на улице страны выйдет 1 миллион человек, а для смены режима достаточно полмиллиона даже, эта будет сумма составлять всего лишь 10 миллиардов долларов США. И поэтому собственно из этих 30 миллиардов долларов, которые ежегодно крадутся режимом Насултана Назарбаева мы свободно выплатим эту сумму миллион человек. Даже если на протесты выйдет миллион человек. И выплаты будут справедливы, потому что практика показывает, что максимум 3-5 процентов населения являются движущей силой всех реформ, движущей силой изменений политических и экономических любых преобразований в стране. к сожалению, мировая статистика говорит, что приблизительно 3-5 процентов именно они являются этими двигателями, именно они берут риск на себя. Вы же многие говорите себе, нет, я не выйду на митинг, я боюсь, мне страшно, но немало людей находится, сначала их были единицы, потом десятки, потом сотни, сейчас их тысячи, которые берут на себя этот риск, берут риск, то, что режим их посадит в тюрьму, пусть даже на 10-15 суток, риск быть избитыми полицейскими, риск, что их уволят с работы, рисков вы знаете в жизни очень много разных, но они берут на себя эти риски, и поэтому мы считаем, что компенсации людям должны быть выплачены, тем более это средства, которые есть в нашей стране, золотовалютных резервов сейчас в нашей стране 87 миллиардов, это что раньше их было более 100 миллиардов долларов, это Назарбаев каждый год растаскивает у страны огромные средства, через свои банки каждый год вливает по 10 миллиардов долларов, вспомните в Коском в 2017 году он одним ударом влил 8 миллиардов долларов, а сейчас заявляет такая, что спишем кредиты на сумму всего лишь 350 миллионов долларов, которые на самом деле еще и не будут списываться, вот задумайтесь о масштабе, с такой помпой преподносит, что спишут кредиты около 500 тысяч человек, но выясняется, что их на самом деле нет, потому что многодетные матери, инвалиды кредиты и не получают, это во-первых, а во-вторых, сумма всего лишь предполагаемая 350 миллион долларов, когда в один Коском Назарбаев влил 8 миллиардов долларов, а затем его зять Тимур Кулебаев за 2 тенге приобрел в собственность самый крупный банк страны. Вот собственно, чтобы вы понимали, куда деваются деньги страны и мы перекрываем просто кислород, отстраняем режим от власти, перекрываем каналы воровства и эти 30 миллиардов долларов, которые сейчас рассекаются по их карманам, они просто перераспределятся народу и часть из них пойдет именно тем самым активным, которые рисковали собой, терпели разные лишения, попадали в тюрьмы, теряли работу, поэтому я считаю это очень справедливо. Второе, многие из участников протеста попали под давление репрессий режима, кого-то оштрафовали, кто-то сидел по административному аресту от 2 до 15 суток и на этот случай мы озвучили, что будет выплачиваться компенсация в размере 1 миллиона тенге. Далее, тем, кто пострадал от действий власти в Жан-Узене, а именно погибли. Официально власть сообщает о количестве жертв 17 человек, на самом деле по итогам этих репрессий погибло больше людей, кто-то погиб далее в тюрьмах, кто-то попал в больницы, в конце концов все равно умер, и таких жертв конечно значительно больше. Эти жертвы получат компенсацию не менее 100 тысяч долларов США. Были и другие политические жертвы, которые попали в тюрьмы. Их было десятки, фамилии широко известны, в частности и Владимир Козлов был в числе тех, он был лидером оппозиционной партии Алга-ДВК. его осудили на 4,5 года и часть он срока отсидел точнее говоря, он по-моему 4,5 года отсидел извините и вышел в августе 2016 года его задержали в 2012 году. Вот такие случаи я считаю должны рассматриваться в парламенте страны и в парламенте страны должны рассматриваться случаи репрессии связаны например Арона Табек участника событий в Алматы когда Аким Алматы Тасмагомбетов сносил жилье нашим гражданам и пострадал от действий власти в том числе Арона Табек ему дали срок 18 лет и следующий скажем человек это Макс Бакаев который тоже стал жертвой преследования попал в тюрьму и уже больше трех лет сидит в тюрьме и я считаю вот именно такого плана люди должны рассматриваться случаи в парламенте должны быть эти люди награждены правительственными наградами и сумма компенсации должна быть значительно больше чем 100 тысяч долларов США список людей я уверен что наши депутаты избраны народом их определят теперь я хотел бы прокомментировать механизм механизм каким образом будут фиксироваться участники этого протеста мы как политическое движение демократический выбор Казахстана на данный момент не должны фиксировать потому что участников протеста будет тысячи и тысячи и скажем у нас сейчас нет такой возможности сидеть анализировать давать оценку и все прочее я думаю что с учетом того что механизм должен быть прозрачный справедливый механизм не должен быть такой как у действующей власти когда в частности при получении пособий или других выплат государство унижает человека месяцами заставляя приносить те или иные справки поэтому мы должны это сделать механизм справедливым прозрачным и быстрым и мы заявляем что все эти компенсации будут выплачены в течение двух месяцев работы временного правительства ДВК даже не того парламента который в течение шести месяцев будет новый избран потом новое правительство а именно в течение двух месяцев работы временного правительства демократического выбора Казахстана механизм будет следующий во всех городах там где происходили акции протеста будут созданы различные комиссии из представителей гражданского общества известных общественных деятелей активистов авторитетных людей представителей правительства представительства акиматов областей городов комиссии будут серьезные и вы можете принести доказательства которые подтверждают что вы являлись участникам этого протеста доказательствами являются фотографии виде также с учетом того что полиция конфисковывала телефоны у участников этого протеста мы принимаем доказательства в виде подтверждения от ваших товарищей знакомых свидетелей которые подтвердят что вы действительно участвовали в этих акциях протеста поэтому уважаемые друзья этот механизм будет очень простой он открытый и публичный и в течение двух месяцев мы в состоянии будем все эти вопросы решить далее отдельное слово я хотел бы сказать именно сделав обращение к полицейским и военным уважаемые друзья мы публиковали различные программы поддержки полиции работников полиции и военных я думаю что вы если не ознакомились можете ознакомиться достаточно программу для военных и полиции забить в интернет вы сразу его получите все это уже стоит в социальных сетях и так я хотел вас проинформировать что на этих финальных протестах мы ожидаем что полиция перейдет на сторону народа военные в том числе представители внутренних войск внутренних войск они я знаю что привлекаются этой властью представители национальной гвардии имейте ввиду что вы являетесь частью нашего народа ваши родители тоже живут в сложных условиях тоже имеют кредиты которые не могут погасить у них низкая заработная плата они тоже не могут решить вопросы жильем вы часть этого народа и переход вас на сторону народа приведет к тому что мы быстро сменим режим и те самые 30 миллиардов долларов которые режим сейчас постоянно ежедневно ворует они просто перераспределятся в сторону народа и вы сами сделайте большой вклад для того чтобы это осуществилось уважаемые работники полиции национальной гвардии работник комитета национальной безопасности одним словом представители всех силовых служб программа компенсации в размере 10 тысяч долларов касается и вас если вы переходите на сторону народа безусловно эти компенсационные выплаты будут направлены и в вашу сторону поэтому мы ожидаем от вас шага в сторону народа мы ожидаем что вы вместе с народом арестуете эту политическую верхушку мы ориентируемся что каждый наш митинг мы должны выстраивать так чтобы добиться успеха собственно 6 июля мы на это и ориентируемся 6 июля мы ориентируемся на то что выйдут десятки тысяч людей и мы добьемся смены режима и мы будем делать это постоянно до тех пор пока мы не добьемся успеха вы прекрасно все знаете и видите я уверен что ваше начальство уважаемые полицейские говорят о том что ситуация очень стала напряженная протест настроение стремительно растут и все это невозможно остановить смена режима неизбежна чем раньше мы это сделаем тем лучше для всей нашей страны и еще сегодня министр обороны Иль Микбаев заявил когда ему вопрос задали по взрывам в Арысе он сказал и никаких извинений он не собирается приносить по факту того что произошли взрывы на военных складах он сказал это как природное явление природный катаклизм я так понимаю уважаемые друзья что если оружие которое лежит на складах или находится в воинских частях или полицейские держат его в руках или военные потом он неожиданно начинает стрелять в людей и так далее то это квалифицируется не как преступление в конце концов не как халатность который тоже регулируется уголовным кодексом страны а квалифицируется как природное явление вы можете себе представить что министр обороны в здравом уме заявил что оказывается взрывы в Арысе которые привели к жертвам к разрушениям сотен домов перемещение эвакуации почти 50 тысяч человек к лишению наших сограждан которые превратились в беженцы внутри нашей страны оказывается это природный катаклизм вы должны понимать что эти слова были произнесены министром обороны в парламенте страны законодательном органе страны и ни один депутат не возмутился ни один министр ни Назарбаев ни Токаев не возмутились никто не ушел в отставку а там вы знаете десятки сотни пострадавших количество жертв нам даже официально не сообщается вы не заблуждаетесь не думайте что это министр обороны изложил собственное мнение если руководители парламента если например председатель сената Дарига Назарбаева не возмутилась если председатель Мажелиса не возмутился если ни один депутат не сказал своего гневного слова если вся политическая верхушка страны промолчала вы должны отчетливо понимать что это позиция не министра обороны это позиция нынешнего исполняющего обязанности мебели Токаева также это позиция человек который реально контролирует власть в стране Нурсултана Назарбаева то есть вы должны понимать что эти взрывы которые произошли по вине высшего политического руководства страны они квалифицируют как природное явление преступная халатность гигантские затраты на сохранение этого склада около жилищ людей все это по сути дела преступление даже не халатность и они это квалифицируют как природное явление что это говорит о чем это говорит это говорит о том что высшее политическое руководство страны просто наплевало на граждан нашей страны. Когда вчера наши нефтяники в Тенгизии говорили «Намас мысль бардеды», «Намас мысль хайда дебжирды», я и говорил по этому поводу, почему, когда говорят о некой гордости, о чести, когда министр обороны такие слова произносит, когда высшее политическое руководство обрекло граждан 50 тысяч человек на решение, те, кто думает о гордости и о чести молчат, почему их нет. Уважаемые друзья, уважаемые сограждане, мы должны дать оценку нашему политическому руководству, мы должны понимать, что они плевали и на честь, и на народ, и на все, именно поэтому мы еще раз хотим сказать, что все ресурсы доверия к этой политической верхушке исчерпаны. 6 июля мы должны добиться результата, добиться смены политического режима, иначе завтра в нашей стране будет происходить взрывы, убийства, они все время будут ссылаться на то, что это природные явления. Именно поэтому я еще раз обращаю ваше внимание и призываю 6 июля выйти на общенародный протест в Лос-Ландык и добиться смены политического режима страны. 6 июля 19 часов по всей стране. Аллах, Казахстан!